Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Осужденная забеременела от заключенного в СИЗО. Подробности любовной интрижки за колючей проволокой выясняли наши корреспонденты. В ходе расследования было установлено, что для встречи с другим осужденным им было предоставлено свидание сотрудникам следственного изолятора. Разрыли и забыли. Для жителей дома номер 176 на улице Бадина резиновая обувь стала повседневной. Уже год они живут без асфальта. Настоящая любовная история развернулась в следственном изоляторе Караганды. В результате интимных свиданий с осужденным одна из заключенных оказалась в интересном положении. Забеременев, женщина решила поквитаться с надзирателем, который помог двум влюбленным встречаться и получил за это денежное вознаграждение. Женщина обратилась в Управление собственной безопасности ДВД и рассказала подробности нелегальных встреч. История с беременной осужденной буквально взбудоражила уголовно-исполнительную систему. Началась она еще в прошлом году. Согласно материалам дела, осужденная зачала ребенка от заключенного, который так же, как и она, отбывал наказание в Си-16. Нелегальные свидания для заключенных устраивал один из надзирателей. Полицейские установили, что предприимчивый оперуполномоченный получал за эти встречи определенную плату. В ходе расследования было установлено, что для встречи с другим осужденным им было предоставлено свидание сотрудникам следственного изолятора. В связи с этим в данном случае уголовное дело, то есть в отношении сотрудника, было направлено в суд. После написанной жалобы женщина потеряла ребенка, пояснили в прокуратуре. Сейчас правоохранительные органы проводят в СИЗУ тщательную проверку. По нему еще пока процессуальное решение не принято. Потерпевшую в целях ее же безопасности перевели в другое учреждение. Также стало известно, что она отбывает наказание за кражу и мошенничество. Самое интересное, из-за выкидыша невозможно проверить тот факт, что осужденная забеременела именно от заключенного. Айям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Для жителей дома номер 176 на улице Бадина резиновая обувь стала повседневной. Уже год они живут без асфальта. По мнению горожан, всему виной плановые работы коммунальщиков. Прошел год с тех пор, как здесь прокладывали водопровод. Но восстанавливать дороги местная служба не спешит. Как людям ходить? Вот они вели трассу, трубы меняли. Вот, как раскопали вдоль по улице Бадина, так и бросили. Дорога не то чтобы разрыта, ее фактически нет. Вместо асфальта грязь и лужи, а бордюры заменили обыкновенные булыжники. Причем дорога изначально на улице Бадина была, благоустроенной на средства жителей. Однако, когда проводили водопровод, дорогу разрыли. Трубы положили, а до асфальта так дело и не дошло. Виня Ракаменова на этой улице живет с рождения. И отмечает, что за все годы похожих ситуаций не возникало. Практически тротуар, который у нас был, мы своими силами, жильцы, сами себе благоустраливали этот тротуар. Они меняли трубы и подняли полностью вот эту всю грязь, глину наружу. Мы ходим, водим детей в школу. Мы не можем пройти, ну, не потонув по колену в грязи. Мы обращались неоднократно, звонили руководству, ответственным за благоустройство после своих работ. Но нам отвечали, что да, мы обязательно приедем и сделаем. Но до сих пор ничего не меняется. По улице просто невозможно передвигаться, особенно детям. Детвора этой улицы раньше проходила по дворам, сокращая путь. Теперь же жители дома номер 15 на улице Прогресса закрыли путь и огородили свой двор. Отныне школьникам приходится идти в обход по грязным дорогам, обходя несколько кварталов. Раскопанные дороги превратили поход в школу в настоящий кошмар. Весенние паводки и дождливая погода лишь усугубляют ситуацию. Больше всех страдают жители первых этажей. Сырость из затопленных подвалов идет прямо в квартиры. Под окнами Раисы Солодовниковой разрыли колодец. Теперь там расположена яма, ведущая под дом. И при малейших паводках квартиру Раисы Викторовны едва ли не затапливает. Мы под фунтамент полностью вырыли, вы под дом. Ведь не сегодня, завтра он рухнет. Он у нас и так посадку очень большую дает. Это же полвека этот дом стоит. Но я когда начала с ними разговаривать, они не хотят разговаривать. Они и сказали, нас прислали, мы делаем. Потом говорят, пришлют, значит еще сделаем вам здесь. Ну вот, и теперь у нас же подвалы глубокие. Три метра почти глубины у нас подвалы. И там в этом подвале уже вот эти стояки подгнивают. И тем более сейчас они вырыли все, и у нас вода льется туда. И все же последствия раскопок – это главное, что сегодня волнует жителей. После прокладки водопровода пропали бетонные плиты и десятки метров асфальта. Остается лишь грязь. В ожидании помощи дорогу мастят подручными средствами. Разъяснить, кто должен контролировать работы по восстановлению дорог, мы обратились к Араганды-Су. Ответственный орган подтверждает, что в 2016 году проводили ремонтные работы по замене труб. И пообещали, что до осени полностью восстановят асфальт. В летний осенний период 2016 года, то есть с мая по ноябрь, бригада Михайловского цеха водоснабжения по инвестиционной программе произвела замену водопровода по улице Бадина протяженностью 3 километра диаметром 160 миллиметров. По окончании работы была выполнена планировка территории. Но в связи с тем, что жители улицы Бадина потратили средства на асфальтирование заезда к своему дому, то сегодня бригада Таукра-Ганды-Су выполняет работы по щебенению заезда к дому по улице Бадина 176, а в летний период 2017 года будет произведено асфальтирование заезда к данному дому. В настоящее время компания Караганды-Су засыпала двор улицы Бадина щебнем. После того, как земля станет сухой, рабочие приступят к прокладке асфальта. Фариза Албаева, Жаксылык Нуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С орбиты на Землю завершилась миссия 50-го экипажа МКС. Два российских космонавта Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков вместе с американским астронавтом Робертом Кимброу покинули орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-02». По традиции, первую пресс-конференцию космонавты дают в аэропорту Караганды. 10 апреля в 17.21 по времени Астаны экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» совершил посадку. Экипаж длительной экспедиции работал на орбите более 173 суток. Для 52-летнего бортинженера Андрея Борисенко состоявшийся полет – второй в его карьере. А вот 42-летний Сергей Рыжиков совершил первый космический полет. Второй бортинженер корабля – 49-летний американский астронавт Роберт Шейн Кимброу – Возвратился из своей второй космической экспедиции. По прибытию в аэропорту СРРК в Караганде космонавтов поприветствовал Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он преподнес покорителям космоса казахские чапаны. Как стало известно, экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» возвратил на Землю уникальную посылку. Это частица мощей преподобного Серафима Саровского, которую российские космонавты взяли с собой в полет. Командир корабля Сергей Рыжиков взял мощи в полет, чтобы осветить всю Землю и восстановить мир и покой. Кроме того, космонавты поделились и подробностями эксперимента по выращиванию перца. К сожалению, мы не смогли вырастить перец, потому что аппаратура, которая должна была быть доставлена для этого эксперимента, она до нас не долетела в связи с тем, что прогресс, к сожалению, до нас не долетел. Но наши американские друзья выращивали на своем сегменте космический салат. Это был очень интересный эксперимент. И мы так с легким оттенком зависти иногда смотрели на то, как это происходит. Эксперимент, который касался дистанционного управления с Боргом Международной космической станции сложной техники на Земле, он не закончился, он продолжает проводиться. И именно вот этот конкретный, очень интересный для нас этап будет продолжаться уже без нас основывание членов Международной космической станции. На МКС продолжает вахту американский астронавт, командир МКС Пегги Уитсон, бортинженер, российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Пыске. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полноценный протез руки для детей создали учитель физики и двое десятиклассников из Карагандинского казахско-турецкого лицея. Автором идеи стал учитель физики Алтынбек Карабатыров. Созданием искусственной части тела также занимались пять лицеистов. Что побудило школьников к созданию протеза, расскажем в нашем следующем репортаже. На экране трехмерная модель протеза руки для детей. Здесь учтено все и степень свободы искусственных пальцев и крепления. Через несколько минут и 3D-принтер выдает уже реальные детали, которые потом школьники собирают вручную. Между кистью и пальцами протягивают леску. Протез крепится на запястье или предплечье. Движение мышц приводит его в действие. Леска позволяет пальцам сжиматься, а пружины возвращают их в исходное положение. Школьники признаются, что на создание протеза ушла одна ночь. На вопрос, почему именно протез, лицеисты отвечают просто – хотим помочь. Особенно в наше время таких случаев довольно много. И они чувствуют себя ограниченными или неполноценными. И хоть как-то компенсировать их ущерб, мы подумали, решили стать таким протезом. Мы собираемся сделать одному мальчику. Для этого нужно снять замеры и подобрать. Это все можно в программе делать на компьютере. Инициатор и главный идейный вдохновитель – учитель физики Алтынбек Карабатыров. Стоит отметить, что это уже его не первый опыт в создании протезов. Работая в Павлодаре, он вместе с учениками также на 3D-принтере создал работоспособный протез, который до сих пор успешно используется. Мы уже пробовали это в Павлодаре. То есть в Павлодаре это работает. Ребенок носит такой протез. И, соответственно, хотели... Вот меня сюда перели в Караганду. Вот я здесь тоже хотел вот эту вещь развить. Вот казахстанский турецкий лицей дает все возможности, покупает 3D-принтер, купил нам. Соответственно, из-за того, что мы как раз... Рука – это была наша первая цель. То есть сказали, давайте мы тогда купим вам 3D-принтер, и будете эти протезы печатать. И мы таким образом развиваем в детях, как сказать, чувство помощи ближнему. И таким образом, я думаю, мы поможем многим детям. Надеюсь, ну, все еще впереди. Мы только начали. Будем еще целое лето впереди. Дети будут работать. Посмотрим, какие результаты будут. Далее в планах изобретателей – изготовление протезов с использованием нерасчитывающих датчиков. Алтенбек Карабатыров и его воспитанники намерены создать протез, который сможет распознавать импульсы мозга и действовать, как анатомическая рука. Еще один немаловажный факт – учитель физики предлагает руководству лицея не продавать протезы, а дарить всем нуждающимся детям. Андрей Тенул, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ежегодно десятки тысяч карагандинцев обращаются за помощью к врачам-дерматологам. На вооружении у специалистов в областном кожно-венерологическом диспансере сегодня самые современные технологии для лечения и предотвращения проблем с кожей. В лечебном учреждении провели день открытых дверей. Руководители кожно-венерологического диспансера отмечают, что доступность узких специалистов не так велика. Именно поэтому такие дни открытых дверей чрезвычайно полезны. Говоря о причинах обращения, медики в первую очередь выделяют кожные заболевания. Не на последнем месте стоят и болезни, передающиеся половым путем. Уровень заболевания сифилисом является одним из индикаторов здоровья населения. Вот он является маркером по госпрограмме Ден Сулыб для подростков 15-17 лет. Потому что, конечно, наше подрастающее поколение, но нам не безразлично, какое здоровье будет у подрастающего поколения, потому что это будущее нашей страны. Поэтому по госпрограмме развития здравоохранения это один из основных маркеров. Сифилис, как я уже сказала, затем гонорея, трихоманиаз, хламидиоз, герпес вирусной инфекции передаются тоже половым путем. Многие об этом даже не знают, не догадываются, но тем не менее. Специалисты диспансера не стали называть конкретные цифры, но отметили, что сегодня наблюдается рост количества заболевших сифилисом как в Карганде, так и в Каргандинской области. Среди кожных болезней на первое место выделяются грибковые заболевания. Врачи и дерматовенерологи заявляют, что подавляющее количество болезней сегодня успешно лечится. Главное, не стоит забывать, что успех лечения наполовину зависит от своевременного обращения к медикам. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. С чистого листа. Под таким названием стартовала акция карагандинских услугодателей. С 10 апреля по 1 июля у жителей шахтерской столицы есть возможность легализовать свое незаконное пользование электрической и тепловой энергии. Однако эта акция не означает списание коммунальных долгов, как могло показаться некоторым. Как заявили представители предприятий, у жителей всей области есть возможность без каких-либо перерасчетов или наказаний привести в порядок и узаконить все услуги, которыми они пользуются. Андрей Хижняк пояснил, что проведение акции в первую очередь учитывает социально-экономическое положение потребителей. ТО «Карагандажерык» проводит акцию с чистого листа, в период действия которой потребители, которые пользуются электрической энергией, нарушение действующего законодательства, могут обратиться в ТО «Карагандажерык». И мы приведем схему электроснабжения в соответствии с типовой утвержденной схемой без начисления каких-либо перерасчетов расхода электрической энергии. Акция действует всего лишь пару месяцев. Если за это время потребитель не заявит о незаконных подключениях, услугодатель грозит санкциями в соответствии с действующим законодательством. В этот период принимаются заявления потребителей города Караганды, у которых есть незаконные врезки, дополнительные врезки без договорного пользования, то есть нарушение правил пользования водоснабжения. За этот период при выявлении и обращении к нам до начисления за данные нарушения выставляться не будут. Поэтому мы призываем всех граждан в территории города Караганды обратиться к услугодателю о данных действиях. А вот компания «Теплотрандит» в проведении акции ограничилась только жителями многоэтажных домов. Заместитель главного инженера Александр Акишин объяснил это тем, что в городе с производством тепловой энергии дефицит и во многих направлениях ограничена пропускная способность тепловых сетей. Стоит отметить, что на подобную акцию услугодатели пошли не от хорошей жизни. Уж слишком большие потери происходят как в электроэнергии, так и в водоснабжении и тепле. А вот проводить долговую амнистию коммунальщики не собираются. Хотя название акции с чистого листа намекает именно на это. Утюг, фен или чайник – это не только необходимые в быту предметы, но и источник повышенной опасности для любознательных малышей. О важности соблюдения техники безопасности при обращении с электроприборами воспитанникам детского сада Ахку рассказали во время познавательной экскурсии в компанию «Караганды Жарык». Ого! А за счет чего крутится-то? Шуточные игры, увлекательные квесты для малышей стали реальными благодаря ежегодным урокам безопасности от компании «Караганды Жарык». Ранее такие лекции проводили для школьников. Сегодня слушателями стали малыши детского сада. «А давайте покажем, сколько нам лет? Пальчиками?» «Шесть!» «Ну показываем, а у меня уже семь». Как говорит заместитель начальника службы надежности и техники безопасности Константин Осипов, если взрослый человек в силу жизненного опыта придерживается определенных правил, то малышу все интересно. Познавая мир, они должны все потрогать, пощупать и даже попробовать на вкус. А то, что электроприборы опасны, дети пока не осознают. И поэтому такие знания необходимо прививать с ранних лет. Компания ТО «Караганды Жарык» ежегодно в течение года проводит такие лекции по электробезопасности школьникам разных школ города, области. Охват очень большой. И все это направлено на то, чтобы дети, получив эту информацию, смогли передать ее друзьям, чтобы никогда не случилось, не дай бог, беды. Карагандинским дошколятам понравилась экскурсия. Они с удовольствием отвечали на вопросы, посмотрели обучающий мультфильм и научились оказывать первую помощь пострадавшему от удара электрическим током. Ребятишкам также показали святая святых энергетической компании – центральную диспетчерскую. Я много узнал о электробезопасности. А в конце экскурсии были сделаны памятные фотографии. Фариза Улбаева, Лариса Хусейнова, Жаксылы Кнурта, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И последнее. Гимнастика, спортивные танцы, армрестлинг, настольный теннис и веселые эстафеты. В Караганде состоялась спартакяда среди государственных служащих. Мини-спартакяду провели по нескольким видам спорта. Победители получили ценные призы и грамоты. Подробности расскажет Фариза Улбаева. Наглядный пример показали люди в костюмах. Как оказалось, они все в хорошей спортивной форме. На спортивной площадке спортивного клуба «Жастар» состязались команды государственных учреждений области. Мини-спартакяда пропагандирует здоровый образ жизни. На сегодняшний день по спартакяде Карагандинская область поделена на три региона. В центральную группу вошли город Караганда, Темиртау, Каркаралинский и Бухаржавский район. К сожалению, из-за паводковой ситуации Каркаралинск приехать не смог. Поэтому сегодня участвуют три региона. Это Караганда, Темиртау и Бухаржавский район. Соревнования проводятся по восьми видам спорта. Гимнастика, спортивные танцы, армрестлинг, настольный теннис и веселые эстафеты. Работники государственных органов не только приобщились к спортивной культуре, но и получили массу положительных эмоций. Асиль Жамагалиева, молодой специалист из Темиртау, участвует в данной спартакяде впервые. По словам девушки, благодаря спартакяде у нее появилось огромное желание заниматься спортом. Мы вообще приехали из города Темиртау. У нас команда порядка 25 человек приехала. Из них участники волейбольной команды, футбольной, по гиревому спорту, армрестлинг, шахматисты, легкая атлетика, плавание. Победа в спартакяде дарит путевку на областное состязание среди государственных служащих. Победители областных состязаний примут участие в республиканских стартах, которые проходят как Олимпийские игры. Один раз в четыре года. Фариза Улбаева, Жаксылы Кнорта и Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амонсо Уолмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова